Просыпайся Раздели радость с друзьями Тебя ждут удивительные приключения Дыхание природы поможет тебе во всем Жизнь преподносит тебе уроки Уроки, которые надо выучить, чтобы преодолевать трудности Книга джунглей В поисках плохих парней Теперь все в порядке В первую очередь надо узнать, где Бунта со своей бандой Даже если вы их найдете, не нападайте Возвращайтесь и доложите мне обо всем А потом, когда пойдем на Бунта, вы должны будете слушать мои приказы Удачи Лала, будь осторожна Удачи Дасти, где ты? Дасти Ты спишь? Кто это меня разбудил? Лала? Вот это да Я принесла подарок Вот, возьми Лала, принесла мне подарок? Что случилось? Я очень хотела увидеть твоего отца Сагу Но в норе его не было А, так это не для меня Нет, это подарок для вас обоих Да ладно И что же ты хотел от моего старика? Я хотела передать слова дедушке Старейшины? Ты же знаешь, что дедушка стал очень слабым Он чувствует, что должен передать все свои дела преемнику Он все хотел обговорить с Сагой А преемники? Понятно Я покажу, где он Но при одном условии Понятно? Как он? Навещай меня иногда И тогда я тебе все расскажу Все-все буду рассказывать По правде говоря, ты единственный, кто мне нравится Правда? Правда Дасти, если ты только захочешь Я буду приходить к тебе каждый день Но тебе же нравится этот, Маугли Что ты имеешь в виду? Я ненавижу эту лысую обезьяну, Маугли Ну хорошо Папа сейчас на водопое у большой реки Знаешь, где это? На водопое у большой реки В отопое у большой реки Ну она, конечно, загнула, назвав меня лысой обезьяной У тебя плохое настроение? Ты назвала меня лысой обезьяной Ну ладно, это такая стратегия Только стратегия Ну ладно, это такая стратегия Иди сюда! Странно всё это. Жалко, что мы их не слышим. Мне всё это не нравится. Да. Мне кажется, они о чём-то договариваются. Да. Исходя из того, что мы видели, они договариваются. И наверняка о чём-то плохом. Лала, я прослежу за ним. Хорошо. Но будь осторожен. Пока я слежу, ты идёшь за Сагой. Давай же. Кажется, что сила Ка возымела своё действие. Потрясающе! Ой, нет! Что же делать? Учера? Учера пусть! Как же? Учера пусть садись! Ой, нет! Ты молода! Учера! Господин? Это я Это Лала Что тебя сюда привело? Я следила за тобой Да? За мной? Это шутка Дасти сказал, что ты здесь Вот я и пришла Я ему строго-настрого запретил Говорить что-либо У меня послание от дедушки От старейшины? Он что хочет? А он хочет, чтобы ты пришел к нему Когда тебе удобно Он хочет с тобой поговорить Поговорить? Интересно, о чем же? Не знаю А как он себя чувствует? Ну, он практически Всегда лежит Он мало ест И больше не может грызть кости Это так печально Да, печально, когда нет клыков Это плохо Он теперь жевать не может А он постоянно в норе? В последнее время он никуда совсем не выходит И так его клыки уже никуда не годятся И он постоянно лежит Ну, понятно Скоро приду Клыки у дедушки еще достаточно сильны Чтобы перегрызть тебе горло Не переживайте Не торопитесь Такой момент Но это же стыдно Я потерял его из вида Когда почти его нагнал Подозрительно Там нет ни нор гиен Ни нор для охоты В этом скалистом утесе Между гиенами и сагой Что-то есть Я уверен в этом Да, завтра я там еще поищу А что, Шерхан? Мы с мамой следили за ним целый день Но безрезультатно А моя история не выглядит неубедительной? Сага вроде поверил Постоянно спрашивал о дедушкиных зубах и норя И он что-то задумал Я чувствую Да, то, что мы перевели старейшину в нору мамы Просто замечательная идея Запомните Если волк нацелился на что-то конкретное Он никогда не сдастся Ваш папа Александр Тоже был таким Неважно, сколько времени это занимало Десять дней или месяц В итоге Он все равно получал то, что хотел Эта схватка еще только началась Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ошибки быть не может Акела почти мертв Я слышал, что он даже не может разжевать кости кролика Слишком подозрительно Это может быть просто наживка Наживка? Да Неверная информация Но Лала не могла врать Так, Дасти Получи от Лалы более подробную информацию Понял? Да Летит Всем доброе утро Это что, часть награды? Неплохо О чем ты говоришь? Не будь таким важным А что вы делаете? Ищем бунта Старого одинокого волка Не видел? А разве он не ушел? Кажется, он где-то неподалеку Прячется и делает различные пакости Обезьяна Логу призналась нам Да Такое ощущение, что бунта вместе с Сагой нацелились на Акелу Кажется, за всем этим стоит Шерхан Да, правда? Итак, эти парни хотят захватить лес Сиони А Лури вместе с детьми пытается одолеть бунта и остальных Лури Жена Александра и его дети Это схватка между волками Мы не можем принимать в ней участие К сожалению Понятно Вы не должны попасться на глаза и помочь, когда надо Абсолютно верно Давайте я, неважно, где они прячутся Я найду их максимум за один день Если найдешь, нам сообщи Конечно 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 Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают Но ты просил тебя навещать Но ты просил тебя навещать Мы все осмотрели, но так и не нашли их Может, они перешли еще на чью-то территорию? И Дасти осторожничает Или правда не знает В любом случае ни слова не говорит о бунте Бунт и его банда Могли просто уйти на другую территорию Ни единого следа После всех этих поисков Нет, они где-то здесь прячутся То, что сага сказала Алле На самом деле странно Волки и гиены не могут быть друзьями Поведение Дасти тоже странное И то, что Шерхан не показывается Тоже не вполне нормально Вы так не думаете? Да Как ты говоришь, полно непонятностей Не сдавайтесь Александр на небесах Руководит нами Что случилось, Лала? Кажется, кто-то был в моей норе Прошлой ночью Был Было уже поздно Я очень устала и пошла спать Но я учуяла в норе странный запах Я была в шоке, когда утром проснулась По всей норе были следы когтей А там, где спит дедушка Вообще было нечто Все было перевернуто Мне было так страшно Что же делать? Бунта с друзьями? Может быть Но было очень много следов, ведущих к выходу По меньшей мере, их было четверо Лала, пойдем к Акру Кичи, иди к маме, скажи ей тоже идти к Акру Понял меня? Да! Ошибки быть не может Они начали действовать Должно быть, это была банда Саги и Бунта Раз это было прошлой ночью Значит, следы еще свежие Давайте посмотрим Если мы разделимся, мы их найдем Не забудьте Если найдете Тут же возвращайтесь сюда Интересно, в такое время КОНЕЦ Пчел? Я нашел их Нашел? Где они? В холодной норе В холодной норе? Неудивительно, что я их не нашла Вон идут Бунт и его два товарища Вспомни дураков Тут же придут Спасибо Отблагодарим тебя позже Где же она? Мы нашли их Багира красивая Самая известная в лесу Багира Привет Привет, Маугли Давно не виделись Да? Скажи-ка, Багира Ты нигде поблизости не видела Странного волка? Волка Видела Видела? Да, совсем одинокого волка На вершине Одинокого? Ну да Только по правде говоря Видела не я, а Чил Помнишь одинокого волка Бунта Который недавно попал в наш лес? Вот его он и видел Бунта? Ты нашла Бунта? А что происходит, Маугли? А где? Ну, где-где Это... Ну, я уверен, он сказал В холодной норе В холодной норе? Да, я уверен, что в холодной норе А где же ему Ещё быть, как не там? Ты уверена в этом? Конечно Спасибо А как охота действовать самой Боже мой Она сказала, в холодной норе? Да Александр с небес наблюдает за нами А Багира, Чил, Балу, Ка Тайно нам помогают Не переживайте Мы обязательно победим Субтитры создавал DimaTorzok Телевидение Doro TV Мерчендайзинг, Рим Производство Абдабра Кинематографик, Швейцария Телевидение Doro TV Мерчендайзинг, Италия Студия мультипликации Ниппон-ЛТД, Япония Продюсеры Орландо Каради Лоренцо Джелардони Моника Каради Киочи Матахаши Сериал создан по мотивам романа Книга джунглей Редьярда Киппинга Режиссеры Фумаю Кирукоа И Кимаю Ябуки Авторы сценария Набуйоки Фуджимото Асаи Уотанейп Кенджи Йошида Композитор Хидо Шимазу Фильм озвучен Студии SoulPro По заказу Кинокомпании Русский фильм В 2008 году Роли озвучивали Ольга Шорохова И Дмитрий Филимонов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова